Всем привет! Сегодня смотрим такую коробочку от Trampeter USMC LAV-25 Piranha. Набор достаточно старый, производство 2005 года. Изображает из себя легкий бронетранспортер Морской пехоты США LAV-25, можно говорить, для краткости. Значит, что по прототипу, если начать. Собственно, 1983 года принятие на вооружение прототип, то есть корпус Морской пехоты США, который, как известно, является своего рода отдельным родом в вооруженных силах США, своя епархия, то есть у них совершенно зачастую своя техника используется, как мы видели, например, по Амфибии и ВП там раньше, то есть вот LAV тоже к такому технике. То есть это специально заказано именно корпусом Морской пехоты США для разработки, для принятия на вооружение машины, которые за пределами корпуса Морской пехоты США, вооруженных силах США не используются. То есть армия у них также работает отдельно, то есть немножко похоже, как наши ВДВ существуют, у которых тоже свои виды вооружения, то есть, ну то есть, соответственно, вот эта машина именно характерна для корпуса Морской пехоты США, заказана, собственно, точнее, как принималась на вооружение на 83-м году, там начала разрабатываться чуть раньше, машины производства General Motors of Canada фирмы, соответственно, там был конкурс на легкий бронетранспортер, объявили, несколько фирм участвовали, победила канадская машина. Канадская машина, она не полностью оказалась канадской, она сделана на базе более раннего швейцарского броневика. Кстати, швейцарский броневик как раз там назывался какое-то название «Пиранье». Вот, соответственно, проект «Пиранье» он назывался, который был в итоге принят на вооружение под названием LAV-25, но вот там Петер нам на коробке оставил также в кавычках название «Пиранье». Ну, соответственно, машина, она до сих пор, можно сказать, на вооружении, правда, не в том виде. На её блате выпускалось много модификаций различного назначения, там каких-то, как и брэмы там какие-то, всякие ПВО и прочие командно-штабные машины. Была выпущена уже вторая версия, проапгрейзенная сильно, и вторая версия, по-моему, планируется на вооружении до 2024 года, по-моему, держать. В общем, вот такая вот машинка для морского, корпуса морской пехоты США. Активно использовалась в конфликтах, понятное дело, в частности, вот тут, скорее всего, у нас были в пустыне, на достаточно убогом боксарте изображена. Что ещё можно сказать? Ну, что прототип, да, тут понятно, стандартная достаточно компоновка для бронетранспортеров. Да, LAV-26 шифруется как «Light Armored Vehicle», то есть лёгкая бронированная машина, всё ещё просто. Соответственно, матрон-трансмиссионный отсек впереди, тут же отделение механика-водителя, сзади, значит, командиры стрелок располагаются в башенке этой поворотной, и сзади имеется десантный отсек на 6 пехотинцев. Ну и, соответственно, машина плавающая, вот даже, в принципе, на боксарте видно, что у неё грибные винты есть. Ну, это логично для морской пехоты США, чтобы машина, конечно, была плавающая. Так, что давайте по самому набору. Набор, значит, производства Trumpeter 2005 год, то есть такой достаточно старенький Trumpeter, ну, не совсем прям древний, но такой. В принципе, можно понять, что нас там ждёт. Соответственно, коробка такая тоже довольно-таки старенькая. Кроме боксарта на боковиках у нас две проекции машин, два вида окраски на Woodland и белая раскраска ООН. И на другом боковике у нас, значит, фотографии готовой модели под Woodland с пехотинцами даже вот с какими-то. По-моему, в комплекте их нет. И вот, кстати, небольшая историческая справка. Как мы знаем, Trumpeter обычно в инструкциях ничего не печатает. Но вот часто я, кстати, забываю, что у Trumpeter на многих моделях на боковиках есть историческая справка небольшая. Ну, не историческая, а там историческая сериописательная. Вот тут написано про 83-й год, тире 87-й. Я так понимаю, что это, наверное, производство первой версии машины. И написано, что корпус морской пехоты в основном использовал эти машины скорее как разведывательные, нежели как бронетранспортеры для пехоты. Ну, это уже, наверное, на совести историков Trumpeter им, наверное, знать лучше. Да, кстати, размерности тоже часто Trumpeter не дает этой информации. Но вот на этой коробке там есть прямо на бокс-арте, что длина готовой модели будет 18 см, ширина 7 см. И, я так понимаю, 290 плюс деталей, наверное, больше 290 деталей. Вот. Давайте нырять, собственно, в коробочку. Так, что-то она, как обычно, не очень хорошо открывается. Так, ну вот, да, мы видим достаточно постандартную такую трампетерскую упаковку. Очень часто у них такого рода техника упаковывается именно так. То есть левый маленький бокс обычно под ванной, там, в верхней части корпуса отдельно, правой части под, собственно, детали. Что у нас тут, значит, есть помимо, тут, как я уже говорил, да, крупные детали корпуса нижняя, башенка тоже детали. Вот у нас еще что-то какая-то по мелочи. Резиноподобные колесики. Колесная форма у машины 4х4, то есть их тут довольно-таки много, но они очень маленькие, кстати говоря. И, значит, летники. Стандартная для трампетера схема окраски цветная. Инструкция. Ну, под опчиком тут все очень бюджетно. Набор, кстати, очень дешевый. Сейчас его можно в продаже там найти, там, что-то, по-моему, в районе полторы тысячи рублей. Либо в наших магазинах, либо на Алиэкспрессе они активно очень до сих пор продаются. То есть, ну, такой очень дешевый набор. Да. Как мы видим, по приколам тут сразу прозрачных деталей, считай, что в наборе нет. Вместо их, вот как в старых многих наборах трампетера, их заменяет вот эта вот пленка, скажем так, прозрачная, которую надо наклеить, видимо, на, собственно, прозрачные какие-то части. Подразумевающиеся приборного людей, неприцельные, чтобы это все имитировало у нас прозрачку. Ну, такое все, конечно, решение, понятное дело. Ну, собственно, вот сетки у нас имитируются, по-звездовски имитируются тоже какой-то вот такой сеточкой, собственно, из полиэтилена. Ну, и там декальки еще. По традиции, значит, начинаем с бумаги. Стандарты трампетеровской инструкции. Тут историческую справку не дублируют. Пишут проекцию, да, артикул 349 я не говорил, по-моему, стандартные трампетеровские предупреждения. И все тоже дальше по-трампетеровски. Ну, тут как книжечка, не как раскладушка. Значит, это раскладка литников. Вот, кстати, можно увидеть, что отдельный литник, я так понимаю, это ствол. То есть, судя по всему, ствол автоматической пушки забыл, по-моему, 25 мм, если не ошибаюсь, калибра. Судя по всему, он выполнен отдельно. Ну, надеюсь, не погнулся и, в принципе, посмотрим. Литников совсем мало, да. Машинка, собственно, небольшая, не то чтобы какая-то очень сложная. Да, кстати, вот мы видим, что по логике у нас в наборе должны быть еще и фигуры то ли экипажа, то ли пехотинцев. Я не совсем понял, но, скорее всего, наверное, членов экипажа. Такие же тут, по-моему, сколько, нет, хотя раз, два, три, нет, три фигурки. А, ну, наверное, всего экипажа, то ли, или нет. Хотя нет, это, по-моему, пехотинцы. Нет, походу, это, наверное, морские пехотинцы. Ну, мы посмотрим, кстати. А с какими тут еще допчиками, я так посмотрю. То есть, у нас, по сути, тут как бы специальный литник есть еще и с, собственно, личным составом некоторым. Неожиданно достаточно. Значит, целый отдельно выделили его, это самое. Так что количество литников возросло. И сразу переходим к сборке. Значит, что у нас по сборке? Вот у нас, значит, все тут сразу, буквально, так очень по-звездовски, на одном листе. Тут у нас состыкуются сразу и ванна, и верх корпуса, крупные детали. Тут же подвеска идет, вот эта рычажная, тоже крупная деталь. Рычажная, вот, пружинная такая, ресторная. И задняя часть вот этими самыми боковыми дверями, задними дверями десанта. То есть, все сразу прям. И даже вот как, собственно, приклеивать эти самые перископы, написано. Собственно, их подкрасть предлагают, в какой цвет тут. То есть, ну, так, в принципе, ну, не думаю, что. Деталей-то, в принципе, немного, поэтому я не думаю, что тут реально где-то можно запутаться. Дальше, значит, опять продолжается. Вот у нас, типа, уже собранный по факту корпус. У нас опять подвеска, да. Первые, передние четыре колеса на машине, они были поворотными. В реальности, ну, в смысле на модели, конечно, я так прям сход не скажу. Но сомневаюсь, что тут функционал поворота колес сохранен для них. Ну, и подозреваю, что, наверное, нет. По крайней мере, явно об этом ничего у нас нигде не написано. Да, много достаточно посвящено шагов именно подвески. То есть, в принципе, она достаточно сложная, если так. Хотя и не казалось сначала, но дрычажные системы тут достаточно сложные. Вот тут еще до сих пор она продолжается. Вот как раз поворотные механизмы. Вот видно, что первые два ряда колес. Вот, я так понимаю, волноотбойник для режима плавающего, который, видимо, опускался. Ну, я так понимаю, опции по плавательному положению машины нам не дают. Волноотбойник только в одном положении. Тут еще детали поднищут. Вот у нас, значит, переходим к сборке колес. Диски из двух деталей. Ну, собственно, должно, в принципе, облегчить надевание покрышек резиноподобных. Диски у нас сразу, значит. Никаких, кстати, полимерных втулок, в отличие от некоторых моделей трампетера, здесь нам не дают. То есть, соответственно, каких-то опций как-то удобно снимать, надевать колеса, наверное, не будет. Значит, они сразу эти диски ставят, как-то не дожидая, собственно, покрышек, да. Что интересно, достаточно какая-то появляется минимальная деталировка. Ну да, все пластик, никакого отравления в этом наборе нет. Значит, появляются люки задние десанта, верхние. Вот это боковой люк для покидания машины экстренного для экипажа. Люк, так понимаю, доступа, наверное, к моторному трансмиссионному отделению. Два, наверное, люка. Это люк механика-водителя. Канистры у нас тут тоже вот склеиваются. Значит, и, собственно, еще немножко деталировки. Ну, пошла уже деталировка, да, появляется шанет, всякие антенны. Там ручки-поручни, там освещение приборы. Тоже, я так понимаю, абсолютно без прозрачки. Ну, точнее, не то, что понимаю, а то, что понятно, в принципе, что без прозрачки. Так, еще, что у нас тут? Ну, решетки, да, у нас. Хоть у нас какая-то есть решетка в комплекте, но конкретно вот эти вот решетки моторного отсека, я так понимаю, это просто все отлито на корпусе. Никаких, понятное дело, имитаций у нас не будет. Ну, потому что, в принципе, да, куда-куда, собственно, самая сеточка идет, я... А, ну, понятно. Дальше разберемся. То есть, это все прямо на корпусе. То есть, минимальная какая-то деталировочка продолжается. Да, вот опять еще продолжаем. Еще шанет, еще приборы. Тут, я так понимаю, приборы у нас не совсем даже понятно. Наверное, даже без этой пленки просто подкрашиваются. Значит, появляется вот этот кожух выхлопа, насколько я помню. Он, по-моему, как раз для экранирования тепловой сигнатуры был предназначен, чтобы не так машина была в тепловом спектре заметна, в инфракрасном. Значит, эти боковые канистры тут лепятся на машину сбоку. Ну, вот эти кожухи, я так понимаю, они из двух деталей. То есть, если там какие-то швы заметные, то, конечно, все останется. То есть, никакого еще там особого буйства многоразъемности в те 2005-е годы, собственно, не было. Поэтому тут все достаточно по старинке. Значит, дальше у нас появляются двери десантного отсека. Да, внутрянки никакой у машины нету. Ну, по крайней мере, у части корпуса. Соответственно, открытыми, наверное, делать эти задние двери смысла никакого не имеет. Нет, по крайней мере, нам такой опции не предлагают. Значит, опять же, какая-то минимальная... Ну, какая-то деталировочка на дверях есть, я так понимаю. Хотя это наружно. Нет, это не совсем понимано. Нет, это вроде как внутренняя часть, да. То есть, что-то на дверях они сделали. Ну, не знаю, может быть, можно какого-нибудь там выбегающего морского пехотинца там куда-нибудь вставить, если очень хочется. И, собственно, я так понимаю, мы где-то подходим уже к концу, где вот покрышки у нас только в самом конце на диске устанавливаются. Ну, достаточно странная схема, потому что, собственно, зачем надевать покрышки на диски, когда диски уже на машине, если можно, собственно, их надеть на диски в снятом состоянии. Ну, не знаю, почему-то вот так вот решили. Тут, да, у нас по подкраске тоже вот эта стандартная трампетерская тема идет, что где чего сразу подкрасить можно из мелочевки. Ну, и, собственно, что тут еще можно сказать? Да, башня у нас начинается. Башня у нас из двух деталей, нижняя и верхняя. Тут как раз много всяких приборов наблюдения и прицелов, куда как раз вот у нас идет эта прозрачная пленка, которую нам предлагают прозрачным синим подкрасить. Деталировка опять башни. Тут должны быть антенны, да, да, потом посмотрим. Вот, собственно, ствол орудия, я так понимаю, у нас там отдельно, там чуть ли не на отдельном литничке, да, с частью, которая пламя-гасителем, там, дульным компенсатором. Отдельно все остальное. Не совсем понятно, есть ли отверстие. Ну, не знаю, надо посмотреть на литнике F. Значит, забашенная корзина. Так, я так понимаю, тут у нас, в отличие от недавней машинки, которая в S-150, у нас тут забашенная корзина. Исключительно из пластика, никакого травления. Единственное, что добавляет ей детализацию, это, собственно, вот эта вот сеточка. Кстати, очень по-звездовски сделана, типа трафарета для сетки, да, вырезать по ним, типа. Это у нас пол и задняя часть вот этой вот забашенной корзинки. Ну, конечно, прилеплять к ней вот эту сеточку, ну, такое будет себе развлечение в целом. Ну, что поделать, как говорится. Соответственно, вот у нас канистры тоже из двух половин сюда же крепятся. Лючки на башню. Тоже вот никаких опций открывать-закрывать не дают нам. Ну, там какие-то дополнительные патронные вот эти ящики. Вот, кстати, видно, что кожух, ну, не маска орудия. Кожух вот этой задней части орудия, он тоже из двух половин. Такой вот, такой себе, да, будет заметно, скорее всего. Что еще? Ну, и, собственно, почти эти финалы. То есть соединяем башню, еще докидываем канистры. Канистры, видимо, в большом количестве. У нас морской пехоты корпус возил с собой на этой машине. Забрасываем это, устанавливаем, собственно, дымовый гранатомет у нас где-то на каком этапе были. Понимаете, все, из пластика, понятно, никакой. И вот финальный вид законченной машинки. И что-то оставили нам еще? Да, оставили нам инструкцию по фигуркам. Да, фигурки, как и, собственно, ожидалось, оказались только, собственно, морских пехотинцев. Не, экипажа нам не сделали. Ну, кстати, решение достаточно странное в том плане, что на буксарте нам изобразили экипаж, да. Ну, в итоге почему-то дают только морских пехотинцев. Хотя, как бы, наверное, логичнее было бы начать с экипажа, да. Потому что, ну, типа, как бы, вот. Ну, вот, вот, вот у нас есть фигурки экипажа, соответственно, пулеметчик. Так, это у нас, чем он у нас? С подствольным гранатометом, не совсем понятно, с прицелом. Ну, скорее всего, я подозреваю, командир, либо огневого отделения, либо уж такой стоящий, как будто стрелок бегущий. Хотя, подожди, сколько всего? Я вот не совсем понимаю. Раз, два, а, четыре фигурки, да, целых четыре фигурки. Вот, да, я вам предлагаю тут вручную рисовать паттерн камуфляжа. Ну, наверное, на самом деле такое себе, конечно, занятие. Это, ну, на самом деле, для больших профессионалов вот эту вот кисточку вырисовывать камуфляж на бойцах. Это жесть. Это, конечно, еще не цифра, но тоже. Ну, ладно, есть и есть фигурки. Давайте смотреть, что еще осталось. А то как чуть немножко дотягиваться. Стандартная трампетеровская схема окраски, значит. Значит, на, собственно, два варианта, исключительно те же самые, что были на боковиках коробки, на Woodland. Хорошо, что все проекции даны, со всех сторон абсолютно. Видно, что, как обычно, ну, кстати, вот сейчас трампетер не перечисляет краски отдельно, нигде в инструкции. Это еще в этих моделях они этого не делали. То есть краски все ты по ходу инструкции просто собираешь в кучу. Он, как обычно, дает исключительно трампетер на... Ну, как исключительно, чаще всего дает краски на Ганзовский, на H и на C серию. Два варианта обычно. Ну, соответственно, вот они и видны, что здесь вот Ганзовский. Мистер Колор и Хобби Колор. Ну, не такой уж плохой вариант, на самом деле. И белый ионовский камуфляж. Привязки к подразделениям, конечно же, никакой нет. Кстати, да, забавно, что на буксарте изображен пустынный, ну, пустынная краска под бурю в пустыне, судя по всему. Собственно, на вкладке с раскрасками пустынного варианта нам не дают. Это довольно забавно. Так, что давайте смотреть тогда пластик, собственно. Начнем пластик, собственно, с крупных деталей, которые в отдельном боксе у трампетера хранятся. Большинство, кстати, трампетеровских моделей вот такого толка крупные детали даны, собственно, отдельно. Ну, в том плане, что отлитые они зацелы. Значит, что у нас тут? Достаточно такая нетипичная, нетипичный рельеф на литье какое-то такое. Такой шершавенький такой пластик внезапно. То есть, трампетер обычно он такой достаточно гладкий. Ну, в принципе, как и обычный трампетер, отлита все неплохо. Я не вижу каких-то искривлений, поведенности каких-то, которые обычно очень опасны в случае крупных деталей, потому что поведенную большую крупную деталь бывает очень тяжело, собственно, выправить. Но тут вроде бы все нормально. Никакой, конечно, детализации нет. Вот видно те самые решетки МТО. Вот в таком они только видят. Ну, в принципе, сойдет. Всяческие петли под люки и так далее. Ну, отлита по-трампетерски, да нормально в целом. Ну, по-трампетерски как бы видно, что немножко дубово страдает детализация. Но большая часть трампетерских наборов этих лет, да и вообще, наверное, практически любых лет, она, в принципе, в таком вот духе, ну, такого начального уровня. То есть, как правильно говорят, что у трампетера его хорошая черта, как фирма, изготавливающая модели, в том, что они делают модели, ну, практически всего. То есть, действительно, очень большое количество образцов техники, трампетер, соответственно, в своем модельном ряду задействуют. Огромная номенклатура наборов, и при этом зачастую они делают наборы того, что больше никто не делает. То есть, всяческой, достаточно редкой, не очень популярной техники, но, тем не менее, они обычно у трампетера есть. Так вот, нижняя, собственно, ванкурпса тоже, вроде, не поведена. Днище детализировано очень слабо, но, правда, будет много детализировки подвески, поэтому видно, что, да, можно заметить, что есть имитация, как на верхней, так и на нижней части сварных швов. Вот видно, собственно, здесь на стыках, то есть, такой тоже шершавый. То есть, за имитацию сварных швов спасибо, как бы, спасибо, что это самое есть, потому что, ну, как бы, могли бы и не делать, на самом деле, знает трампетер. Ну, вот, вроде бы, как бы, все в целом, в целости и сохранности. Значит, тот самый литник с башней, точнее, с верхней части, я так понимаю, нижняя часть башни у нас будет где-то на другом. Литники. Достаточно маленькая башенка такая для двух членов экипажа, соответственно. Ну, тоже, кстати, не сказать, что не вижу каких-то огрехов литья, может быть, они мелкие где-то и здесь и есть, но прям вот, чтобы сильно глаза поразвались такого. Нет, вот те самые приборы наблюдения, перископы. Ну, тут есть небольшой таблочек, куда, собственно, нам предлагают загонять вот эти вот прозрачные элементы, прозрачную пленку для имитации. Стекол, ну, вот так вот. Тот самый единственный, наверное, литник, который, наверное, у нас, можно сказать, наверное, он сделан с многоразъемными формами. Ствол в одну деталь, хотя, ну, на самом деле, такого рода небольшие стволики, их часто и на обычных литниках делают, отливают, никаких проблем там не видел никогда. Вот у нас, собственно, здесь есть тот самый пламя-гаситель, то есть понять. Да, пламя-гаситель у нас с отверстием сделан вот здесь, то есть в целом вроде как бы даже сверлить ничего не придется. Да, как ни странно, на модели ничего не придется сверлить, сверлить, по крайней мере, по инструкции. То есть у Ampeter на самом деле большая номенклатура машин на базе, на базе LAV вот этого 25-го, то есть они выпускают там прям куча-куча машин, и вторая версия тоже, так что, в принципе, можно было бы ждать, что еще что-нибудь придется сверлить из-за унификации там или такого, но нет вроде как бы ничего даже сверлить, то есть модель прям вот уровня для самых маленьких. Так, переходим к мелочевке. Это, кстати, оказался литник у нас не относящийся к машине, а относящийся к фигуркам. Чисто случайно его вытащил, ну давайте уж смотреть, раз, собственно, он в комплект входит. Так, вот рамка, собственно, с фигурками. Понятно, USMC-образца, ну какая-то там, боя в пустыне, это какой у нас, 91-й год, по-моему, да, или что-то такое, если я ничего не путаю. Соответственно, морская пехота, которая должна отдаленно напоминать всю морскую пехоту той эпохи, конечно, не современка уже, но видно, что, в принципе, неплохая детализация бренд жилетов вроде, ну, как сказать, неплохая, довольно заплывшая, но есть. Четыре фигурки, да, я так понимаю, ну, как бы что сказать, ну, такие фигурки из комплекта Трампетера. Ну, кстати, довольно редко Трампетер кладет фигурки прямо в комплект, но вот здесь есть. Ничего не могу сказать, ну, фигурки, фигурки такие, примерно звездовского качества, наверное. И, собственно, дополнение к этим самым фигуркам, вооружение, вот у нас М-16, М-16 с прицелом, дополнительными обвесами, с окогом, скорее всего, прицел, с подствольным гранитометом, М-203, насколько я помню, безусловно, то есть, в принципе, 4, то есть, у каждого пехотинца свое вооружение. Пулемет, насколько я помню, М-240-й вроде бы у них там был, я и так зрительно, или М-249-й, я немножко их путу, давно не изучал. Соответственно, каски у нас, вот тут шлемы, с какими-то там вот дополнительными обвесами, ну, и всяческая снаряга по пехотинцам. То есть, достаточно детализированные пехотинцы, в принципе, для такого набора. Типа нам предлагают построить небольшую диорамку, на которой при этом почему-то не будет экипажа машины, но зато будет некоторое количество морских пехотинцев. Так, переходим дальше к литникам самой модели. Так, тут у нас, я так понимаю, в основном... Ну, не в основном, по-разному тут. Значит, много-много мелочевки. В основном, я так понимаю, подвеска, то есть, ротовая часть, вот тут у нас диски двух половин, маленькие такие небольшие диски. Очень много рычажной вот этой системы, она прям сложная такая у машины, конечно. Сейчас у современных машин их обычно прячут уже под броневые какие-то кожухи, делают там противоминную такую отформовку. Тут, в принципе, все наружу. Очень много всего. Ну, как бы вот по литью, ну, я вижу кое-где какие-то микроблы. Есть он такого, в принципе, старого набора. Это неудивительно. Вот, кстати, грибные винты. Вот здесь присутствуют, сзади ставится отливка пружины вот этих всяких. Ну, в принципе, из двух половин... Нет, в одну деталь пружина отлита, то есть, не будет стыка видно, это хорошо. Ну, так по-трампетеровски, в принципе, отлита, типа, нормально, я считаю. То есть, по-трампетеровски норм. Прямо-прямо каких-то огромных огрехов, ну, вот, нету. В обзорах трампетера они обычно и держат какой-то уровень качества, примерно, на каком-то общем среднем уровне. Ожидаемый. И, соответственно, литник с задней частью вот этой, собственно, где люки, где дверь десанта. Волноотбойник вот этот самый. Крупные люки там, собственно, двери, люки там всяческие. МТО и так далее. Вот, собственно, детали вот этого вывода-выхлопа кожух-глушителя из двух половин. Будет стык, но, в принципе, что делать. Канистры тоже из двух, насколько я понимаю. Хотя, вот эти канистры как будто бы как бы в целую просто без задней стенки отлиты. Ну, там, по-моему, разные. По-моему, будут канистры немножко по-разному сделаны. Ручки канистр, доставленные панели тут какие-то. Нагорс, частичный шанец, мелочевка, всякие пароушины, лопата. Ну, такой, в принципе, на среднем трампетеровском уровне сделанный набор. То есть, что-то прям придраться в ней к чему. Тут, кстати, была какая-то деталь, но не совсем понятно. 19-я, то ли она не используется в наборе, то ли она отвалилась. Что-то такое лежит, не совсем понятно. Надеюсь, это не она. Не, на деталь вроде не похожа. Интересно, что 19-я деталь. Ну, ладно, посмотрим. А, 19-я деталь. В общем, что-то у нас в пакетах тут есть какие-то еще обломки, так сказать, какого-то пиршества. Конкретно в этом пакете что-то вот валяется еще. Так что, я думаю, оторванные детали у нас, по крайней мере, не потерялись, если с ними аккуратно обращаться. Но то, что они есть, на самом деле уже не очень приятно, потому что вроде бы коробка не такая, что прям... Ну, кстати, да, были повреждения на коробке. Вполне возможно, что кто-то на нее ногами наступал. Ну, ладно, постараемся не потерять. Так, значит, еще из немногих литничков. Так, уже небольшой такой. Тут у нас нижняя часть башни. Я так понимаю, наверное, унификация. То есть верхняя часть башни, наверное, уникальная для машины, а нижняя, наверное, общая для разных модификаций. Поэтому они разделены по литникам. Что у нас тут из интересного? Ну, тут та самая забашенная корзина, которую они травлением не стали давать. Ну, с одной стороны, облегчает работу, с другой стороны, копийность. Ну, довольно крупная такая, на самом деле, труба. Прут. Поэтому, ну, может быть, в принципе, она не так уж плохо. Нижняя часть башни, соответственно, не вижу каких-то проблем с отливкой. Мазка орудия в одну деталь. Ну, тоже как бы вот те самые канистры, но, кстати, сделанные по-другому. И в две половины сделанные канистры. Вот этот самый кожух из двух половин. Не очень хорошая, конечно, тема, да, будет склеиваться из двух половин. А, кстати, внезапно здесь у нас другое орудие присутствует со стволом. Не совсем понятно, чем оно отличалось, отличается от вот этого, потому что чисто на первый взгляд... По-моему, может быть, какие-то разные версии. Чисто на первый взгляд-то они выглядят вообще одинаково. Странно, кстати. То есть, то же самое орудие с дульным каким-то тормозом, компенсатором, тоже с дыркой отлиты, в принципе, непонятно, зачем они на отдельном литнике. Может, какая-то именно версия под эту старую, под первую версию LAV. И ручечки всяческие, патронные ящички, люки, собственно, стрелка и командира, дымовые гранатомётики, тут всё в пластике. Ну, в общем, то есть по-трампетровски довольно стандартно сказать особо нечего. Есть кое-какой облочек на вот питателях, но не то, чтобы прям сильно это расстраивало. И, собственно... Собственно, что у нас остаётся? Пластик у нас закончился, и остаётся у нас ровно пакетики с так называемыми дупами, о которых я говорил, собственно, та самая плёнка для имитации прозрачных деталей. Сеточка полиэтиленовая для пулика, соответственно, забашенной корзиной. И, соответственно, декальки, как обычно, хорошо запакованные у трампетера. Посмотрим, что нам там по декалькам предлагает. Да, вот они прям очень хорошо запакованы, они всегда их ещё и подклеивают. В основном по декалькам, кстати, у нас варианты не похожие на то, что я, честно говоря, видел в схемах окраски. Тут есть декали, ООНовскую декаль вижу, дополнительные номера вижу, но вот, например, вот эти части S4, Берта, рисунок, я, честно говоря, на схемах окраски не заметил, хотя они выглядят забавно. Не знаю, может быть, это других наборов варианты какие-то, не факт, что они даже подходят. Ну что, собственно, смотреть-то. Ещё можно посмотреть колёса из резиноподобного материала, но открывать, я думаю, смысла нет прям большого. Детализация протектора есть, надписей не вижу на колёсах, качество стандартное, шов вроде бы нет, количество удовлетворительное. Ну, тут как бы, чтобы долго рассказывать, нет, стандартные для трампетера резиноподобные колёса. Так что вот, такой вот у нас старенький такой, ветеранистый, но не то, чтобы совсем уж древний наборчик. А трампетер LV-25, альтернативы наборов, ну, честно говоря, мне неизвестно, я не изучал, хотя вполне возможно и есть. Ну, машинка достаточно заслуженная, то есть там порядочное их количество. До сих пор следующие версии на вооружении состоят. Вот такой вот очень дешёвый набор трампетер можно приобрести.